Я поколение, которое что-то делает, которое созидает и которое любит. Самое радостное событие – это наш первый показ и подготовка к первому показу. Наше движение в моду было абсолютно не связано с какими-то знакомствами, не связано с какими-то, наверное, левыми деньгами, которые можно было бы заплатить за участие. Это было связано исключительно со всеми форматными обязательствами, которые стоят перед дизайнером. Первое – это нарисовать коллекцию, отправить ее в оргкомитет, ее рассматривают и потом дают тебе ответ – да, проходишь или нет, не проходишь. И вот когда прозвучал звонок и нам сказали – «Здравствуйте, вы Дуэт Даманов? Да, окей. Ваша коллекция проходит. Мы хотим кое-что показать и подсказать вам, что бы мы хотели изменить, но вы проходите». Это была минута покоя и радости. Иногда я вгоняю себя в состояние депрессии для того, чтобы сделать что-то хорошее. Сквозь какую-то плохую эмоцию или эмоциональное состояние вынести что-то хорошее. Я очень часто работаю на контрастах. И вот этот контраст, который происходит на грани плохого состояния, переходящего в хорошее, я очень люблю. Одиночество – это состояние, которое тебя либо устраивает, либо не устраивает. Меня состояние одиночества порой устраивает, порой не устраивает. Я очень люблю своих друзей, я очень люблю окружение, с кем я общаюсь. Я люблю тех, кто приходит в мою жизнь, люблю тех, кто уходит из моей жизни. Но я очень часто люблю остаться один. Что это – хорошо или плохо, я не знаю. Для меня красивые все тут честные. Внешний признак, конечно, важен. Ну, потому что ты по нему встречаешь, человека. Но для меня это не приоритет. Абсолютно. Если человек… Меня привлекают люди, которые за собой ухаживают. Меня привлекают люди пожилого возраста, которые выглядят очень хорошо, ухоженно, красиво. Я понимаю, что реалии нашего мира и нашей, возможно, страны не всегда обеспечивают им хороший уход за собой. Возможно, нет времени, невозможно… Но те, кто старается и делает все для того, чтобы улучшить свое телосложение, фигуру, заниматься собой, заниматься собой внешне, внутренне. Эти люди меня очень вдохнули. И именно пожилые люди. Потому что я думаю, что именно в этом возрасте это сложнее всего делать. Я, по сути своей, могу честно и откровенно сказать, что я ленивый. Но я борюсь с этим каждый день. Что помогает? Я очень люблю делать человека, чем я занимаюсь. Вы знаете, я не оцениваю, люблю ли я. Я этим занимаюсь, и оно приносит мне удовольствие. Никогда я не иду на работу и думаю, как я там не хочу быть сегодня. У меня происходит либо я не хочу быть сейчас. Здесь я могу выйти, могу пройтись, посидеть в кафе. Но однозначно я приду через час, через два. Я могу перед сном прийти в офис, я могу здесь посидеть. Я часто прошу Бога дать мне терпение и дать мне понимать, чтобы делать правильные выводы. Потому что я понимаю, что часто могу кого-то обидеть, я могу вспылить, я могу сделать какие-то неправильные поступки. И хотелось бы знать ответ, как поступать правильно, мудро. Просил бы мудрости, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok